Любители FIFA на мобильных устройствах, я вас приветствую. В данном видео вы узнаете абсолютно все. Не отрывками, как у всех блогеров, а всю информацию о предыдущей части, которая выйдет уже прямо через несколько часов. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Росфифапэс, и это мое новое видео. Как вы уже, наверное, все знаете, я надеюсь, вы уже все заходили в FIFA Mobile, кто смотрит мои видеоролики, и уже все знаете, что FIFA Mobile, как здесь написано, новый сезон FIFA Mobile начнется уже в сентябре. А точнее, новый сезон начнется 22 сентября. То есть, как раз через неделю после 22 сентября выходит 29 числа FIFA Mobile 20 на консолях и ПК. Вот. Но вы еще не знаете главной фич. Нет, это не это. Вот. Короче, ребят, бета-версия FIFA Mobile наступает прямо сегодня. Давайте сначала прочитаем, что здесь написано. Загрузив бета-версию FIFA Mobile, которая станет доступна на этой неделе, вы сможете ознакомиться и протестировать некоторые новые игровые возможности изменения игрового процесса, а затем отправить отзывы разработчикам. Нажмите здесь, чтобы подробнее узнать о бета-версии. В общем, значит, нажал я здесь и как бы нас перебрасывает в Twitter официальный аккаунт eSports. В общем, хотелось заснять для вас видео по Спартаку. там я шурли прикупил, да и кубок FIFA хотел заснять. Ну, так вот. Вот она эта табличка, типа, «Хей, привет всем! Мы нашли возможность почистить что-то там о бета-клиенте, затем бета придет в жизнь, мы... А, вы сможете загрузить... Короче, на ваши смартфоны, чтобы поиграть. Я хотел подробно перевести, но... Как бы, когда дословно переводишь там, какая-то херня получается в основном. Вот смотрите, Android. Игроки смогут установить клиент в Google Play Store. Игроки, ну, пользователи iOS смогут установить игру, ну, вот клиент. Видите, сразу хейни получается. В общем, игру в тестовом режиме, в тестовом флайт-полете, что ли? А, нет, это не флай, это флайт-флайт. Короче, для Android будет клиент этот, ну, доступ. Доступ. Он будет не как в предыдущем сезоне. В предыдущем сезоне, как вы помните, серваки все легли. У меня еще тогда был старый смартфон. Предыдущая серия вышла, по-моему, в октябре. Вот бета именно. Вот. И как раз-таки тогда, короче, кто успел за первые два часа скачать, тот и играл. А остальные уже все, до свидания. Вот. Она пропала из Google Play. Вот. В этот же раз для Android-пользователей для Android-пользователей сейчас сформулируем мысль. Для Android-пользователей доступ будет безграничен. То есть, если даже сколько-то там, ну, неделя прошла от бета-версии, даже уже, допустим, выход FIFA 20 мобайл уже, вот, это кто там такой? 22-го там числа все равно доступ к бетке будет. Да. Иди отсюда. Короче, там какой-то читер. Я не знаю. Давайте не будем наш выпуск задерживать. В общем, смотрите, в чем суть. Точные скрины я, наверное, сейчас вам не найду, потому что, ну, блин, я, наверное, найти вам не смогу. Ну, короче, вы скажете, что «Ух ты, сука, планетер!» Типа все дела. Ну, да, возможно, вы будете правы, но вы будете не правы, потому что я предоставляю вам полную информацию об этом всем. Я даже вам авторский перевод вот этой фигни сделал. Ладно. Короче, суть в том, что нам приводятся некие, как вам сказать, некие возможности. В общем, смотрите, для смартфона нужны необходимые конфигурации. В общем, я хочу вам сказать то, что, блин, я просто сегодня день был тяжелый, вот, и мысли формулируются очень долго. Короче, чтобы, скажу прямо, чтобы эта FIFA пошла на вашей мобилочке, вам нужны такие характеристики. Я просто сейчас не могу найти подтверждение моих слов. Я просто, я помню, где-то читал, ну, тоже у FIFA Mobile там все дела. Короче, все конфигурации абсолютно такие же, как и в предыдущем сезоне. Я вот не знаю, давайте я сейчас пролистаю. Короче, суть в том, что вам нужен как минимум четырехъядерный, у меня восьмиядерный, у меня, по-моему, на 2,2 ГГц Snapdragon 636. Вот, вы теперь знаете, какой у меня смартфон. Вот, это у нас январь, тут дальше листаем. Вот, а нужен четырехъядерный процессор, чтобы минимальное качество шло, хотя бы. Нужен четырехъядерный процессор, чтобы у него тактовая частота была не ниже 1,4 ГГц. Также нужен 1 ГБ оперативной памяти хотя бы, и, ну, я думаю, все, ничего не забыл. А больше того и не нужно. Вот. Вот, давайте еще сейчас поищем, я не знаю, скорее всего мы... А, вот. Типа вот, новая версия, все дела. Это вот год назад. Видите, ноябрь. Я не знаю, мы найдем сейчас. Нет. Видос затягивается. Ну, и похрен на самом-то деле. А, нет. А вот это уже... А это 18-я часть. Нет. Информацию точную... Ну, я вам точно говорю. Я это у Влада Капусты прочитал, так что это не надо мне тут ничего предъявлять. Если что, Влад Капуста фигни не скажет. Влад Капуста фигни не скажет. Я вам так скажу. Ладно. Так вот. Что еще? Могу какие комментарии дать? Скорее всего FIFA Mobile не изменится. В плане того, что... В плане геймплея она будет такая же крутая. Все дела. Все школьники будут ее любить и кончать на нее на свои смартфоны. Вот. Вот так скажу вам. Что еще могу выделить? Как вы знаете, вот FIFA на консолях там геймплей не меняется, но какие-то изменения фишечки и добавляют. Например, в следующей FIFA, вот в 20-е, будут по-другому биться штрафные. Штрафные будут бить как FIFA 05. То есть, там будет определенный кружочек наводишь и там нужно попасть в зелененькую штучку и тогда ты по-любому либо в каркас попадешь, перекладину в штангу, либо будет в девяточка. Я, кстати, хочу... Я, кстати, жду, хочу попробовать. Типа раз нажал на экран, вот допустим, раз нажал, вот видите, нажал, да, и потом там тоже так двигается, вот туда-сюда двигается и нужно нажать именно на зеленую и так штрафной забили. Я хочу, чтобы вот эта функция была FIFA Mobile вот в двадцатой. Вот. Кстати, ребят, нам тут сказали, ну, мне птичка напела, что... Что вот... Вот. Птичка напела нам то, что это уже вы все, я надеюсь, знаете. Ну, скорее всего, вы просто невнимательно прочитали и просто вот так нажали на крестик и закрыли. и забыли. Просто узнали, что новый сезон FIFA Mobile будет в сентябре и все. Но вы, возможно, не знаете того, что можно перенести свой стартовый состав в следующий сезон. То есть, мой Спартак и мой самый лучший состав FIFA Mobile, который... Свет, который видел... Короче, вы поняли. Он не будет тронут. Ну, конечно, монеты и вот эти всякие самосветы, они являются недоначескими, поэтому они уберутся. Ну, я вам сейчас это так говорю, вы это знаете все. И FIFA Points, которых у меня с каждым годом все меньше и меньше, они тоже, к сожалению, ну, вообще на них похрен на самом деле. Они уберутся. Вот. поэтому ждите в PlayMarket FIFA Mobile, но я не знаю, обзор на FIFA 20 бета-версию я, наверное, сделаю через два дня после выхода, потому что сейчас все школьники пойдут туда и начнут, я говорю, кончать на экраны своих устройств от этого великолепного геймплея. будут засирать все серваки и там будет лагодром и не поиграть особо. Поэтому где-то через два дня ждите, короче, обзор этой игры. Вот. Все, ребят. А кто не подписался, тот лох. Ладно, шучу. Ребят, все, завершаем наш видосик пафосной картинкой. Все. Ребят, обязательно подписывайтесь на мой канал, если еще, ну, грузись еще мой, давай, Twitter. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Обязательно ставьте лайк. Кстати, насчет лайков. Нужно набрать 10 лайков. Я вот реально прошу вас. Нужно набрать 10 лайков и тогда выйдет обзор на FIFU 20 мобайл. Топовый обзор, который не сделает ни один блогер. Он серьезно говорю. Эксклюзив. Эксклюзив, ребят. Поэтому, чтобы увидеть это, ставьте лайк. А если вы новый зритель и посмотрели этот видеоролик, то не только ставьте лайк, ну и подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить этот сам обзор. Также на 650 подписчиков у нас будет конкурс на 1000 рублей. Надо уже, кстати, видео сделать по этому конкурсу, а то мне все пишут когда конкурс, где конкурс, е-мое. Вот. Поэтому я еще сделаю видео по этому вопросу. Вот. Ну и все, ребят. Не болейте. И FIFA топ, а PES говно. Ладно, на самом деле PES топа, а FIFA не очень. Вот. Но все играют в FIFA, и я играю в FIFA, и FIFA круто. Все. Всем пока ждем FIFA 20. Не знаю, может, завтра даже я постремлю эту игру. пока.